Добрый день, мои господа. Мы вещаем на весь мир. Спасибо вам. Итак, поскольку Украина решила не присоединяться к Европейскому Союзу в прошлом месяце, в стране начался кромешный ад, поскольку НКО, существующий на деньги Сороса, пытается дестабилизировать эту страну. Теперь мы видим, что оружие попало в руки так называемым борцам за свободу, как их вылечают наши новостные каналы, чтобы те стреляли в полицейских, действия которых до этого момента были весьма ограничены. Спасибо вам, что пришли, сэр. Итак, начнем. Вы слышали мое вступление? Насколько вы думаете, я дал точную оценку происходящему? Пожалуйста, продолжите тему. Нужно много чего добавить. Происходящее – это лишь часть большой картины. Первое, на чем нужно остановиться, это то, что в основном украинцы, вовлеченные в эти события, выходцы из областей, где живут нацисты. Их отцы выполняли приказы Гитлера, а это дети нацистов. Мы должны помнить, что определенная часть этих людей работала на Гитлера и была составной частью гитлеризма. Они убили много украинцев, и они убивали много поляков. Убийство поляков при Гитлере в основном осуществлялось этими самыми украинцами, которые были частью нацистской системы. Посмотрите на их униформу, которую они носят у себя дома, на ней свастика. Это потому, что они происходят из нацистов. И теперь получается, что правительство Соединенных Штатов фактически поддерживает этих нацистов. И Виктория Ноланд – одна из ключевых приспешников нацистов. Они остались нацистами. Они убивали огромное количество поляков во время Второй мировой войны. Это те же самые люди. Они носят ту же самую одежду, ту же свастю, и у них общее наследие. И, кстати, я хотел бы подчеркнуть, что вы участник Второй мировой. Удивительно, сколько вы знаете и делитесь этим с нами. Но каков геополитический расклад, и почему ситуация настолько серьезна? Потому что эти события не связаны с Сирией напрямую. Они являются частью намного более крупной череды событий. По сути, мы находимся на пороге Третьей мировой термоядерной войны. И это колоссальная проблема, которую нужно пытаться решать. Далее существует и целый ряд других проблем. Но до тех пор, пока Обама остается президентом, существует реальная угроза того, что в течение нескольких недель, или даже дней, мир окажется втянутым в термоядерную войну. Вот в какой ситуации мы находимся. И поэтому меня заботит вопрос, кто находится у руля в США. Текущее президентство разрушает нашу страну. Нас втягивают в термоядерный конфликт, который никому не нужен. Кстати, военные также не хотят этой войны, ведь для нее просто нет оснований. Но если она произойдет, это приведет к исчезновению человека как биологического вида. Кстати, как заявляют многие аналитики, эти события могут послужить началом ядерной войны с русскими. Прокомментируйте это, пожалуйста, нашим слушателям. Хорошо. Итак, ситуация, в которой находятся Соединенные Штаты сегодня, стала возможной из-за деятельности определенных президентов, таких как Джордж В. Буш-младший и Обама. Из-за них мы оказались в беспрецедентно грязной ситуации. И все это началось с того момента, когда они загнали Билла Клинтона в угол. Это была ловушка. Но это тема отдельного разговора. На момент, когда Клинтон покидал офис, мы остались без закона Глаза Стигала. И это было первое, что они сделали. Отмена закона Глаза Стигала привела к началу разрушения экономики Соединенных Штатов. С тех пор экономическая ситуация становилась все хуже и хуже. На сегодня нашей задачей должно стать возвращение закона Глаза Стигала, а также выход из-под управления Британской империей и Уолл-Стритом. Не нужно забывать, что финансисты из Уолл-Стрита – это реальная проблема. А сам Обама – это лишь марионетка. Он не настоящий президент. Он лишь представитель, лицо для осуществления чужих интересов. Да, сэр, я понимаю. Когда я начал говорить о Сирии, я имею в виду, что это война чужими руками, как часть большой игры в стиле Бжезинского, со страной, в которой есть русская военно-морская база, с целью приблизиться к границам России, спонсированию радикального ислама вдоль границ России. Я имею в виду, что Запад пытается устроить переворот на Украине и тем самым заставить ее присоединиться к антирусской коалиции. А что вы сказали об оружии, которое может быть поставлено в страну и поможет эскалации конфликта с Россией? Позволю себе уточнить, даже Россия в этой цепи событий лишь звено. Дело в том, что мир поделен в смысле противостоящих сил между двумя регионами нашей планеты. Один из них – это трансатлантический регион, в который входит и Европа. И существует территория, которая простирается от Белоруссии к Азии. Вот такая расстановка сил. Исключением, пожалуй, можно назвать нескольких территорий в Евразии, которые находятся под контролем террористов. И вот, по сути, существует Великобритания, и Обама в этом смысле не более, чем ее шестерка, представитель ее интересов, и Уолл-стрит. Вот ключевые элементы этой схемы. Уолл-стрит – это, по сути, проект британской разведки, точнее, его финансовая часть. И это именно то, что и разрушает США. Мы находимся в ситуации, когда Уолл-стрит и сама Британия может стать банкротом. И это стало результатом политики Белл-аут, или спасения неэффективных организаций за счет налогоплательщиков, который начал Буш и продолжил Обама. Этот процесс разрушил экономику США. Даже сейчас можно отменить эту политику спасения или Белл-аут, но требуется серьезная воля, чтобы это осуществить. Но хитрость в том, что нас ожидает уже следующая ступень, и это будет Белл-ин, или спасение банкротов за счет акционеров или средств вкладчиков. А это приведет к немедленному коллапсу экономики США. Добавлю, для тех, кто не в курсе, подобная процедура уже была обкатана на Кипре и в других местах. Они изымают деньги со счетов банка и с их помощью спасают зомби-банки. И мы предупреждали об этом более 10 лет назад. Итак, мы слушаем Линдона Ларуша, ветерана Второй мировой, у которого много заслуг. И так много с нами осталось ветеранов, и еще меньше таких, которые могут поделиться своими мыслями. Линдон, к чему я пытаюсь подвести, это то, что текущие события – это часть глобальных проблем. Но по ходу того, как мировой кризис усиливается, неизбежно повышается вероятность беспорядков попыток свержения власти. Англо-американская, британская империя будет предпринимать шаги для усиления этой тенденции. Отсюда мой вопрос. Почему вы говорите, что нам угрожает термоядерная война? Потому что это так. Попробую объяснить. Первое, что мы имеем, это деление мира на две части. Существует англо-американская система или трансатлантическая система, особенно ее часть в северном полушарии. И эта часть мира – банкрот. Соединенные Штаты в своей сегодняшней экономической системе – это безнадежный банкрот. И к этому нас привела система спасения предприятий банкротов за счет налогоплательщиков. Особенно это справедливо с 2008 года. Это случилось еще при президенте Буши и стало значительно большей проблемой при Обаме. И второе, ситуация такова, что Великобритания – это империя. Это не просто страна. Она контролирует практически всю Африку. С помощью евро она контролирует большую часть Западной Европы. Вот как обстоят дела. И вот вам ситуация. Мир делится на два сектора. Первый – это западная полушария или трансатлантический регион, включая и Соединенные Штаты, президент которых – лишь марионетка в руках Британской империи. Если бы мы только смогли вернуть нормального или реального президента и избавиться от Буша и Обамы, возможно, нам удалось бы вернуть нашу независимость. Но дело усугубляется еще и тем, что инвестиционная система Британской империи, которая включает и сам Уолл-стрит, находится в таком состоянии, что они в любой момент могут стать банкротами. Они ходят по краю. И какие у них варианты? Ведь они прекрасно знают, что следующим шагом станет Бэйл-Инн, или спасение банкротов за счет вкладчиков и акционеров, и что это приведет к коллапсу экономики США. Я имею в виду полный коллапс денежной системы, не проблемы в экономике, не депрессию, а именно коллапс. Итак, какова их цель в такой ситуации? Давайте взглянем на евразийский сектор мира. Он богат. Это Россия, Китай, Индия и так далее. Эта часть мира переживала экономический рост, в то время как экономика США продолжает ухудшаться уже в течение многих лет, по крайней мере с момента убийства Джона Кеннеди. С тех самых пор, а также с начала войны во Вьетнаме, мы, по сути, находимся в состоянии постоянного упадка, как нас, впрочем, и предупреждал МакАртур. С того времени в США нет никакого реального экономического роста. Конечно, многие люди стали богаче, но посмотрите на показатели безработицы и на качество жизни простых людей. Приведу вам еще один пример. Давайте возьмем фракинг или сланцевую нефть. Это идет из Техаса. Я уверен, все знают про сланцевую революцию. И мы все знаем, что сланцевая революция – это британский проект, и он разрушает западную часть Соединенных Штатов. Фактически, они берут воду, закачивают ее в скважины, чтобы получить на поверхности нефть. И добытая таким образом нефть планомерно уничтожает экологию на всей территории к западу от реки Миссисипи. Два ведущих штата в США – это Техас и Калифорния. И они находятся на грани уничтожения из-за фракинга. Есть еще одна небольшая сложность, поскольку в таких делах всегда есть нюансы. Сложность состоит в том, что Солнце и, соответственно, вся Солнечная система вступают в так называемый «тихий период». Это означает, что количество солнечной радиации, достигшей Земли, будет меньше, чем мы получали до этого. А в таких условиях нас поджидают самые разные катаклизмы, включая самые сильные за последние 500 лет засухи в западной части США. По сути, штат Техас умирает. Производства закрываются. То же самое относится и к Калифорнии, и другим штатам по соседству. А ведь если исключить Калифорнию и Техас из экономики, то само по себе это приведет к коллапсу экономики Соединенных Штатов. Итак, мы находимся в состоянии сильнейшего кризиса, который был вызван определенной политикой, за которую ответственны вполне определенные президенты. Эта политика притворяется в жизни со времен ухода Билла Клинтона. Текущий уровень напряжения в экономике и гиперинфляции из-за процессов бейлаут или выкупа предприятий банкротов за счет бюджета достигли такого уровня, что скоро все может взорваться. И тогда бейл-ин или спасение предприятий за счет средств акционеров или вкладчиков станет спусковым крючком коллапса экономики. А теперь скажите, а какой же выход из ситуации возможен с точки зрения людей из Бондона и им подобным? Суть в том, что в течение всего периода, пока Запад или Трансатлантический регион переживает коллапс реальной экономики, а именно со времен убийства Кеннеди, постепенно и одновременно евразийская часть мира, а это Россия, Китай, Индия и другие страны, растут. В этой ситуации выходом с точки зрения Запада может быть нарушение баланса сил между Трансатлантической и Евразийской системой. А это означает, что если они смогут установить контроль над частью Украины, если они смогут этого достичь, то, используя военные ресурсы США, расположенные в данном регионе, они смогут контролировать всю Украину, а это фактически является обходом с фланга и нокаутом для России. И вот теперь вся эта ситуация приводит нас к риску начала термоядерной войны. Войны между двумя силами. Трансатлантическим регионом и Евразией. Евразия включает в себя такую страну, как Китай. А это 1,4 миллиарда человек. И это сильная страна. Индия – это 1,2 миллиарда человек. И так далее. Но и Россия также не слабый игрок. Итак, с одной стороны, все эти страны, сложенные вместе, и с другой, скажем так, британская империя, которая уверена, что она контролирует всю планету, и к тому же, которая ворует нефть и уничтожает сельское хозяйство в Соединенных Штатах. Да, она проделывает все это с нами. А это означает, что единственный способ для трансатлантического региона, и особенно для Британской империи, выжить – это продолжать пожирать, уничтожать и завоевывать Евразию. Теперь давайте не забывать, что Китай обладает термоядерным оружием. Также им обладают и Индия, и Россия. Такое же оружие есть и в Европе, и у Соединенных Штатов. Мы обладаем наибольшим количеством термоядерного эквивалента смерти, которое когда-либо существовало на планете. И мы движемся к точке, когда вся планета будет ввергнута в войну. Меня все это волнует, и я хочу попытаться остановить эту войну. А что эти нацисты делают на Украине? Они просто представляют из себя взведенный взрыватель для начала мировой термоядерной войны.